После долгого молчания здесь вновь слышен звон колоколов, а в воздухе разливается запах ладана. С самого утра на торжественную церемонию освящения храма Воскресения Христова собрались сотни верующих. Для многих возрождение древней святыни – событие по-настоящему долгожданное. Долгожданное событие, поэтому решили мы сюда. Такое утро прекрасное. Недолго стояло, без дела, наконец-то все сделали. Мы очень рады. Мы вообще любим Знаменский, коренную нашу пустынь, Знаменский собор. Я сегодня хотела все иконочки обойти, прикладываться. Очень долгожданное. Хотелось бы, конечно, увидеть, посмотреть атмосферу, проникнуться. Все-таки же храм. Мы православные, Россия. Как испытывается гордость все равно. Величественный храм для нашей культуры – это очень ценно. Работы в храме длились более 10 лет. Восстановлены исторические настенные росписи. Отреставрирован уникальный иконостас из мрамора. Интересен и сам чин освящения обители. Весь храм окропляют святой водой. Это обязательное условие для проведения в нем богослужений. Торжественную церемонию возглавил митрополит Курский и Рыльский Герман. Воскресенский храм был построен еще в 1875 году на пожертвования горожан. После революции он сильно пострадал. На стенах и иконах повсюду были следы от пуль. Затем долгие годы запустения. Памятное, как в 2004 году, когда я впервые вошел в этот храм, здесь был еще цех, он был перегорожен на нескольких этажей, стояли станки. Было страшно смотреть на этот, естественно, изуродованный храм. Мы молились о том, чтобы восстановилась историческая справедливость, и чтобы этот центр города, он действительно стал духовным и культурным центром. В церемонии принял участие губернатор Роман Старовойт. Вскоре реставрационные работы начнутся и в соседнем Знаменском кафедральном соборе. Его исторический облик планируют окончательно восстановить к тысячелетию Курска. Виктория Шуваева, Сергей Малеев. События дня.